Новый год В Международном центре театрального искусства «Золотой ключик» поставили новогоднее шоу «Дюймовочка». Давайте вместе с вами окунемся в сказку! Вот, пожалуйста, здравствуйте! Ну где бы мы с вами еще встретились? Да, разве что на болоте, но я сегодня сам пришел сюда. Здравствуйте! Дайте-ка я угадаю, вы играете лягушку? Ммм, вы заметили, да. Это сынок Жабы, Брике Ке Кекс, любимый сынулька, который решил жениться, поэтому они с мамой пошли и украли дюймовочек. Хоть весь мир ты обойдешь, лучше мужа не даешь. К этой роли я шел всю жизнь, мне кажется, я добирался. Ну, роль оскароносная у вас. А это накладной или ваше? Слава богу, это накладной. Хотя и мой стремится уже, судя по всему. Все мы перед Новым годом, точнее, после Нового года будем избавляться от него, а здесь его предел, вот что называется. Называется это как штука? Толщинка. Вуаля, друзья! Дедушка набирает к Новому году. Вы, Дед Мороза играете. Слушайте, ну это не посох, это на самом деле, знаете, как в Звездных Войнах, да, у джедая. Ну, Дедушка Мороз тоже, он же волшебник. Можно попробовать? Так, да. Так. То есть, я-то понимаю, ну вы берете, да, и в кульминационный момент вы им вот так вот, оп! Да, именно так. А все дело в чудесной кнопочке, да? Обманываете? Нет. Боже, мы тоже имитируем. Имитируем. Умалчиваем. Умалчиваете, ну правильно, я никому не расскажу. Только в программе себе расскажу, больше никому не расскажу. А вот за этой дверью гримируется худрук. Друзья, пойдемте посмотрим, наблюдаем за процессом. Здравствуйте, к вам можно? Здравствуйте, конечно. Так, все одеты, все в порядке, заходите, друзья. Андрей, слушайте, ну вас не узнать. Как всегда. В этот раз вы кем будете? В этот раз я жук-клавеллаз. Поскольку я был автором из тренировки, по которой мы поставили эту сказку, у меня была возможность такая эксклюзивная, написать себе такую роль, которую... Роль мечты, но которую я уже, к сожалению, никогда не сыграю. Это роль Ромео из «Ромео и Джульетты». Я превратил в Ромео жука. Такой вот он весь, чуть-чуть Киркоров и чуть-чуть Ромео из Шекспира. То есть это такая дюймовочка все-таки на новый лад, да? Вы ее модернизировали, что называется? Ну, очень-очень пунктирно, это контурно, это сделали очень аккуратно. Единственное, что вольность, которая такая глобальная, мы себе позволили, это в финале воссоединение мамы и дюймовочки. У Андерса на этого нет. И, в общем, вот это вот под Новый год, мне кажется, самое главное чудо. Такое вот наша ода семейным ценностям. Как это мило. Ну, хорошо, не будем вам мешать, мы пойдем дальше по коридорам. С вашего позволения пошарим по закулиссам. Добро пожаловать. Спасибо. Ну что, идем дальше. Так, друзья, ну а здесь, собственно, детки переодеваются. Здесь очень много костюмов, вот последние наставления. Здравствуйте. Слушайте, у вас тут так красиво. Да, мы готовимся. Костюмов в одном месте. Да, вы знаете, вообще удивительное шоу, потому что действительно в этом году очень много детей. Мы вот так посчитали, у нас получается один состав, это 60 человек, а всего у нас три состава ребят, так, чтобы они успевали отдыхать, ходить в школу, заниматься. Вы-то как многодетная мама, у вас здесь, как вы со всеми управляетесь? Ну, они очень хорошие, послушные дети. Да, ребятки, ко всем приедем. Конечно. Вы знаете, у меня вообще это шоу какое-то, вы сказали, я мама, да, я еще играю роль мамы, мы там в два состава работаем. Я когда смотрю вот первый фрагмент, когда у мамы рождается дюймовочка, у меня, сколько бы раз я не смотрела, у меня все время выступают слезы, потому что такое счастье, когда женщина очень ждет ребенка, загадывает желание, и вот в Новый год оно исполняется. Я всем желаю, чтобы их желания исполнялись. А вот так выглядит пошивочный цех. Именно здесь создают невероятные красоты наряды. Для постановки дюймовочка было создано 65 костюмов. Вот это, кстати, костюм жука, роль которого исполнил художественный руководитель театра Андрей Пермяков. Мы любим играть в сказки, потому что сказки – это всегда волшебство, это всегда позитив, добро, и в зале очаровательные всегда дети, которые верят в чудо, и это заряжает. Костюмы просто потрясающие получились, и дети в восторге, и взрослым, я уверена, понравится, как вы их придумывали. Наша природа, животные, насекомые, которые имеют много оттенков. Самый сложный, какой костюм? Для меня был самый сложный костюм – это костюм паука. Паук? Да. Почему? Ну, нужно было изобразить все его щупальцы, все ножки нужно было изобразить. Нужно было подумать, как это сделать, чтобы это в движении смотрелось интересно, красиво. Класс, друзья, мне кажется, что я нашла себе костюм на корпоратив только что. Да невероятно. Второго такого ни у кого не будет. Прошу прощения, что отвлекаю. Вы кто? Я исполняю роль рака-чикибряка. Рака-отшельника. Простите. Не, нужно. Фух. Так. Рака-чикибряка. Вот это да. Насколько легко или сложно давать вам вашу роль? Роль довольно-таки интересная и необычная. Я так понимаю, что основной упор был на мимику. Вот здесь вот волнуются, переживают маленькие актеры, а там ждут их маленькие зрители. Посмотрите, полный зал. Скоро все начнется. Следующий год, 2019 год театра. Ваше пожелание как режиссера всем телезрителям? Ну, помимо того, что следующий год это год театра, это еще и год свиньи. Так что, господа, не будьте свиньями и ходите в театр. Театр это прекрасно, это актуально. Театр поражает, дарит незабываемые впечатления и эмоции. Театр, в конце концов, это что-то очень сокровенное и настоящее. А юному зрителю я хочу сказать, что театр отвечает на очень главные вопросы. Что такое хорошо, что такое плохо, что такое любовь и дружба. Так что, непременно. И 2019, и все последующие годы. Ходите в театр и любите его так, как любим его мы. С наступающим 2019 годом! Всем счастья, любви и мира дома. Я хочу, чтобы все были хорошими, никого не обижали. Желаю вам здоровья, любви. Чтобы все люди были красивыми. Все самого наилучшего. Чтобы было время посетить театр. Желаю добра, здоровья. Мы желаем, чтобы все дети были счастливы. Чтобы золотой ключик был самым крутым театром в мире. И чтобы в мире никогда не было войны. И чтобы в мире всегда царил мир. И много-много подарков. Ну, все. Пятого января премьера. Чемпионы Европы по данс-шоу Юлия Золотогорская и Александр Малков представят в Симферополе хореографическое шоу. Оно будет перемежаться со стихами аргентинского поэта Хорхе Луиса Борхеса в исполнении самих танцоров. Вас ждет захватывающая история. Страстная, как и положено танго. И изысканная, как и должено поэзии. Начало в 17.00. Пятого января на сцене Музыкального театра Республики Крым концерт Сергея Пенкина. Певец, композитор и актер, голос которого за широту диапазона занесен в Книгу рекордов Гиннеса, привезет в Крым свое новое шоу «Сердце на осколки», живой звук, световые эффекты и хиты разных лет. Организаторы обещают незабываемый концерт, начало которого в 19.00. 6 января в Ялте спектакль с участием народно-любимых артисток Елены Яковлевой и Татьяны Лютаевой. По сюжету они играют роли великих актрис золотого века Голливуда. Только одна любит кино, а вторая – театр. Вас ждет напряженная, неожиданная, острая, полная юмора и страсти действа. Начало спектакля в 19.00. 5 января на сцене Севастопольского театра имени Луначарского комедия «Кьоджинские перепалки». Кажется, что жизнь в Кьодже сложилась раз и навсегда, но однажды незначительная ссора меняет все. Вражда двух семейств вполне могла бы превзойти другую итальянскую историю, а Ромео и Джульетти, если бы не была так комична. Начало спектакля в 18.30. 7 января на этой же сцене спектакль «Снегопад для Киры». Действие постановки происходит под Новый год в современном Санкт-Петербурге, в обычной квартире, где живет девушка Кира, которая не могла себе представить, что в ее жизнь ворвется странный человек в черном и веселые соседи. Начало спектакля в 18.30. Санкт-Петербурге